Всем привет! Это короткое видео записано специально для участников курса фотомастерства. Видео предназначено для того, чтобы разобраться с одним из первых домашних заданий «Фактура идола». После того, как вы выбрали фотографов на разбор, и я подтвердил вам, что да, это удачный выбор, необходимо заполнить вот эту таблицу. Я сейчас показываю вам 13 фотографов, которые уже разобраны по ней, и у вас полностью эта таблица есть в этом же самом виде, и вы можете опираться на работы, на предыдущие работы, сделанные вашими соратниками, то есть на то, что уже заполнено по другим фотографам. Эта таблица предоставлена вам в виде ссылки, и это является той самой базой величайших и других фотографов в полном ее формате. Значит, что нужно сделать? Нужно скачать ее себе на компьютер, открыть в программе Excel, и следующее, что вы должны сделать, вам нужно найти в первых вот этих двух столбцах «Фотографер» либо «Фотограф» по-русски, по-английски, имя своего идола, то есть того, кого выбрали для работы. Значит, выбираете эти два столбца вот таким вот образом, нажимаете «Контрол-Ф» либо «Комманд-Ф» на Macintosh, и сюда вписываете имя, таким образом очень легко переходите к тому фотографу, который вас интересует. Чтобы вам удобно было работать и видеть перед глазами всех предыдущих фотографов разобранных, я предлагаю вам скрыть все строки, которые здесь окажутся между разобранными и неразобранными фотографами. Значит, как они, кстати, отличаются? У разобранных фотографов по столбцу «Контраст» и «Фотоширота» все заполнено. Вот, у других фотографов могут быть заполнены какие-то другие столбцы, но если «Фотоширота» не заполнена, это не до конца разобранный фотограф, и на эти строчки не нужно ориентироваться. Правой кнопкой я сейчас кликаю на циферку 14, вот здесь, получается, первый свободный столбец, то есть там, где Эдвард Вестон, и выбираю «Скрыть». Таким образом у меня пропадают все-все-все-все строчки, которые касаются других фотографов. Я вижу только Лизу Хэллоуэй, которую собираюсь разбирать, и предыдущих фотографов, которые уже разобраны. Давайте теперь следующий вопрос разберем, как заполнять и что конкретно здесь мы видим. Если фотограф у нас разобран частично, вот как Лизу Хэллоуэй мы здесь видим, что здесь какая-то информация уже есть, то можно эту информацию проверять, ориентироваться на то, что было заполнено до вас, но полная ответственность за то, что останется в этой ячейке, полная ответственность будет возлагаться на вас. То есть эти слова будут восприниматься как то, что вы заполнили. Вот мы видим, что Лиза Хэллоуэй уже чуть-чуть заполнена, но видно, что заполнена не совсем правильно. В частности, если мы видим, что здесь у нас есть определенный формат описания стиля, то мы видим, что у Лизы написано в основном на природе, ей своя фотостудия, но это не стиль фотографа. Стиль фотографа это скорее как подражание какому-то определенному направлению, какому-то определенному фотографу. И как вы видите у мировых фотографов, допустим, у Эллин фон Онверт, у Веденина, у Пряхина, у них есть определенное, нет описания их стиля, и поэтому написано, что как это Пряхин ставил, Веденин ставил, фон Онверт ставил. То есть на самом деле они сами стали создателями своего личного стиля, и он еще в мировой культуре не описан. А вот допустим, фотографы более раннего периода, как Ирвин Пен, они втворили значительно раньше, и в связи с этим уже мы можем называть их стиль, и можем высказать, что для нас это классический черно-белый портрет. Таким образом, пожалуйста, подумайте насчет того, что писать в раздел в стиле. Если вы вдруг не знаете, как это описать, то пишите здесь стиль под именем фотографа, как, допустим, для Лизы Хэллоуэй, Лизы Хэллоуэй Стайл. То есть так мы же могли бы написать. Я думаю, что для Лизы Хэллоуэй подошел бы описание стиля такого плана. Высококачественные, детские, реже женские, еще реже семейные, жанровые портреты на природе. В случае, если вы не можете найти своего фотографа в этом списке, это будет крайне редко. Это только по моему согласованию, что какого-то нового фотографа заносите в эту таблицу, вы спускаете, точнее, здесь, прям под разобранными фотографами, правой кнопкой кликаете и вставляете новую строчку. Вставить так вот. Вот у вас появляется новая строка, и вы ее туда полностью заполняете в соответствии с указаниями в заголовках столбцов. Давайте быстренько пробежимся по всем столбцам, и я скажу, какие столбцы являются чисто информационными, а какие их информации для заполнения столбцов можно найти в интернете, а какие столбцы все-таки вам придется подумать, проанализировать полученную информацию и написать что-то от себя. Но, естественно, вы можете ориентироваться на похожих фотографов, которые были разобраны до вас, информация о которых внесена в эту таблицу вот здесь, как раз наверху. Значит, давайте пробежимся. Ну, номер можете не заполнять, я потом буду перенумеровывать после получения вашей информации полностью всю информацию в таблице. Фотограф на английском, фотограф на русском. Если вы не сможете ставить изображение, фотографию, самую красивую, самую интересную и подчеркивающую стиль работы этого фотографа в эту ячейку, пожалуйста, просто сделайте ссылку на эту фотографию, скачая ее сюда помещен. Если есть у фотографа Инстаграм, указывайте его. Если есть более-менее полное портфолио, не на сайте фотографа, а где-то в другом месте выложено, то вот здесь ссылочка на него, пожалуйста. Ну, есть вот какие-то подборки фотографий в интернете. Я бы хотел, чтобы вы нашли как можно больше этих подборок по вашему идолу, чтобы вы смогли и сами ознакомиться, и другие фотографы после вас могли пользоваться этими ссылками. То есть, раз, два, три, это все ссылки на, скажем так, не на портфолио, портфолио это более полное, скажем так, собрание фотографий этого идола, а вот эти вот ссылочки, это может быть какие-то статьи, или, скажем, более-менее полные какие-то фотопроекты. То есть, желательно, чтобы у нас вся вот эта информация здесь была в ссылках, указанных в этих столбцах. То есть, если есть у фотографа свой официальный сайт, указывайте его, желательно указать, когда он родился. Если вы не знаете, нет информации нигде, указывайте, ну, уже вот так вот, как бы 2500. Год смерти, если есть, указываем, если нет, оставляем пустой. Основной жанр. Я прошу жанры выбирать из уже готового списка, как основной, так и вот этот вот дополнительный. То есть, следующий столбец, еще жанры. Как это сделать удобно? Ну, вот, допустим, где мы тут находились, Лиза Халовой. Находимся в столбце, то есть, когда мы находимся в ячейке с нашим фотографом, мы можем нажать кнопочку Alt и стрелку вниз. Alt, стрелка вниз. У вас выпадет полностью список всех заполненных полей, то есть, всех вариантов заполнения этого поля в этом маленьком меню. Вы выбираете то, что соответствует, нажимаете, и получается, у вас подставляется одно из уже готовых значений. То есть, вам нет необходимости что-то придумывать, создавать, да, здесь. Если вы видите, что фотограф работает в нескольких жанрах, то вот здесь вот в этом столбце еще жанры вы указываете то, что вы считаете нужным. Можно здесь от себя что-то написать, я потом, когда буду проверять вашу работу, перефразирую и подставлю нужный вариант. Про стиль мы поговорили. Наиболее популярный сюжет от себя пишите с вами. Вот смотрите, здесь сейчас вот эти вот поля зеленые, которые мы сейчас вот с вами разобрали, от основного жанра до наиболее популярного сюжета, это уже ваша аналитическая работа. То есть, это то, что вы не найдете, скажем так, в интернете, либо найдете в каких-то аналитических материалах в интернете, но это уже, скажем так, не абсолютно очевидная информация. Для заполнения всех нежелтых столбцов вам придется приложить ваше умение, вам нужно подумать и заполнить это в соответствии с вашим видением. Столбцы могут быть заполнены вот эти вот нежелтые в свободном стиле, но есть все-таки определенные стандарты, которые лучше использовать. И как только сейчас мы будем проходить столбец, я буду говорить, что здесь лучше писать что-то из предыдущих вариантов заполнения. Или здесь вы можете написать что-то абсолютно свободное от себя. Давайте по всем столбцам про этим пройдемся. Значит, дальше здесь у нас идут контраст, насыщенность цветов, цвета, переходы цветов, обработка, текстура, детализация, зерно, размытие, ну то есть глубина резкости. Все вот это касается фактуры картинки в ее классическом понимании. То есть то, что присутствует на фотографии, но не касается, получается, ни поз, ни сюжетов, ни моделей. Это все получается то, что можно отнести к технической стороне изображения. Даже не фотография, а то, что именно находится в изображении. И получается здесь желательно использовать именно уже устоявшиеся стандартные варианты заполнения. Пожалуйста, посмотрите, поизучайте, какой из вариантов предыдущих, перед вами разобранных идолов подойдет для вашего идола. Дальше, немножко здесь уже более свободная форма. У нас здесь идет разговор про соотношение человека и фона, сколько планов на изображение, как фотограф относится к прическам и волосам, насколько это важный элемент его фотографии, какие схемы освещения он использует, какие приборы освещения. В принципе, вы здесь можете в свободной форме заполнять, но можете посмотреть все-таки на то, как были заполнены предыдущие фотографы. Дальше начинается вот эта фиолетовая часть. Вообще, она одна из самых сложных. И не факт, что вы сейчас, в начале курса, можете справиться с выполнением этой части таблицы. Но я бы хотел, чтобы вы попытались это сделать. Если вы оставите эти столбцы незаполненными, я это приму, и мы вместе на вебинаре постараемся вместе с вами эти пункты до заполнить. Теперь, но в любом случае, даже если вы не заполнили, а позже послушали мой разбор, и у вас появилось еще позже, может быть, ближе к концу курса, появилось свое видение по этому фотографу, вы видите, что вы начали понимать его идеи, вы точно поняли вообще, как он сравнивается с его конкурентами, ну, скажем, с фотографами, которые работают в этих же стилях, в этих же жанрах. И если у вас появится какая-то новая информация про вашего идола, я всегда, в любое время, готов ее принять и включить в таблицу. Ну, естественно, что проанализировав и обсудив это на наших вебинарах. Последний столбец, который вам нужно заполнять, точнее, вот здесь, который идет сразу после фиолетовых, это вообще крайне сложная и большая часть. Я думаю, что к ее изучению мы подойдем значительно позже. Но если вдруг вы хотите попробовать и вычленить из всего, что вы перечислили в предыдущих столбцах, секретную добавку, то, пожалуйста, попробуйте заполнить. Что такое секретная добавка? Секретная добавка – это как раз тот уникальный опыт, те уникальные фишки, те, скажем так, наработки, которые отличают работу этого фотографа от всех остальных. То есть, если мы видим в кадре что-то подобное или использование чего-то подобного, мы говорим о фотографии именно этого автора. То есть, нужно понять и прописать здесь то, что может действительно касаться стиля этого фотографа и то, что может выделять его фотографии среди многих-многих-многих остальных. Мы еще по секретной добавке, думаю, отдельно поговорим. У нас будет отдельный раздел в вебинаре, мы все это пообсуждаем. Дальше идет опять у нас базовая информация, то есть информация, которую можно найти в интернете, но не всегда. В частности, здесь указывается на какую технику снимает или снимал этот фотограф, какой оптикой пользуется, через какие каналы его фотографии попадают к его аудитории. Возможно, какая-то ссылка на дополнительную информацию, может быть, какие-то статьи, какая-то аналитика, то, что не поместилось, ну, то есть именно текстового плана, не подборки фотографий, а именно какая-то аналитическая статья. Если вы хотите, чтобы она была использована в этой базе и она каким-то образом поможет вам и другим людям разобраться с этим фотографом, пожалуйста, указывайте ее вот в этом столбце, дополнительная информация. Ну и для мировых фотографов, конечно, есть ссылки уже в Википедии. Я, честно говоря, вам советую всегда, прежде чем вы начинаете изучение фотографа, посмотреть, есть ли он в Википедии, потому что там, как правило, его фанаты пишут самое интересное, самое вкусное. И если вдруг эта информация не соответствует действительности, другие фанаты или другие люди, аналитики, они эту информацию правят. То есть, в принципе, в Википедии, если мы не касаемся каких-то политических моментов или каких-то сложных нюансов, как правило, наиболее полная, наиболее выверенная информация. Более того, если информация не проверена и нету ссылки на какие-то источники в других местах, то в Википедии это указывается. Это все, что я вам хотел рассказать в рамках этого небольшого видео по поводу домашнего задания «Фактура идола». Пожалуйста, заполняйте информацию по вашему идолу, высылайте мне на почту. Все, всем спасибо, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok